Мусорная реформа, произошедшая в 2019 году, как следствие подорожания цен за вывоз бытовых отходов, имеет свои плоды и продолжает удивлять. На протяжении где-то последнего года, может быть полутора, как изменился вот этот закон с мусорными операторами, у нас вот такой стал бардак. То есть здесь какие-то дикие собаки появились, крысы, все это посреди дороги. И что интересно, я тут вчера даже видела вот такую вот прекрасную крысу с хвостиком, которая бегала вот тут днем, не боясь людей, ничего. Ну как бы вот такая трэшевая ситуация, я бы сказала. Это ужас. И детки гуляют, и тут детская площадка рядом, не огороженная причем. И бабушки, и дедушки, и дети маленькие, и школьники. Вокруг свалки расположено шесть жилых домов. Многие граждане повадились выкидывать мусор именно на эту площадку. На ней всего четыре контейнера. Как говорят местные, до реформы их было девять. Скорее всего, они предназначены для вот этого дома по адресу Стройкова 11. А к этому дому у нас есть пристройка в виде коммерческой недвижимости, у которой нет своего контейнера, и они явно сюда это выбрасывают. Плюс они выбрасывают много строительного мусора. Плюс медицинский центр Марии часто был замечен, который выбрасывает какие-то коробочки из-под медицинских препаратов. Еще одна причина появления такой свалки – это отсутствие мусорных контейнеров у домов, расположенных на улице Татарской. Так считают активисты. Я полагаю, что нужно, во-первых, разобраться с теми, кто проживает в соседних домах, и вообще у них нет своих мусорных. И плюс разобраться вот с этим коммерческим центром, пристроенным к дому Стройкова 11, чтобы у них тоже был какой-то свой отдельный контейнер. Потому что, я думаю, арендаторы, когда платят арендную плату, туда, наверное, входят какие-то отходы. Почему собственник этого здания не ставит для них специальный контейнер? Вот, я думаю, от этого здесь такая и свалка. А людям девать мусор некуда, они его несут, несут, несут. Добавить контейнеры и убрать круглогодичную свалку – вот чего хотят люди. Ежедневно они испытывают моральные и физические страдания, проходя мимо этого места. Вонь постоянно стоит. Тут пройти вот, я с ребенком часто гуляю, и одна хожу, ну, мне кажется, его не убирает никогда. Очень символично, что именно во время наших съемок к стихийной свалке подъехал мусоровоз. Аллилуйя! Ну, они приезжают, но почему-то я наблюдала, что они здесь не все убирали. То есть, даже после вот их приезда, все равно потом вот такое было. Вчера шла, стояла мусорная машина рыжего-оранжевого цвета, вот такая же ряска, вот, постояла, мусор не убрался. В этот раз произошло то же самое. То ли увидев нашу съемочную группу, то ли количество мусора, мусоровоз моментально уехал, даже не попытавшись ликвидировать хотя бы часть отходов. Все это происходит, казалось бы, в цивилизованной стране, хотя, глядя на такие дворы, иногда создается ощущение, что Рязань – это отдельное государство. А Экопронск в нем хозяин, который собирает дань.